Приветствую вас на моей кухне. Я решила завялить мясо, сделать вяленым соленым. Вот хочу поделиться рецептом. У меня вот здесь ровно килограмм свинины. Килограмм 90 грамм. Я вот в такой ланчбокс выложу мясо. Сначала на сутки. Сейчас засыпаю крупную соль на самой обычной. Оно посолилось со всех сторон. Таким накаром, чтобы везде попала соль. Ровно килограмм 94 грамма. Какие-то еще шнуточки у меня есть. Все засыпали и на сутки я закрою крышкой и на сутки ставлю в холодильник, чтобы оно достаточно просолилось. Так что на следующей связи через сутки. Вот сейчас прошли ровно сутки. Вы видите сколько сока пустило мясо. Значит мы этот сок сольем и начнем дальнейшие процедуры по засолке и по обвяливанию этого мяса. Вот я переложила мясо в ланчбокс поменьше. Уложила его плотно. Оно достаточно соленое. То есть всю жидкость, которая вышла, я слила. Сейчас закрою крышкой и пару часиков оно еще постоит в холодильнике, пока я приготовлю всю заправку. Сейчас мы сделаем ассорти приправ, которые мы будем натирать потом мясо. Значит здесь две чайных ложки черного перца, две чайных ложки паприки, две чайных ложки кориандра и полтора ложки розмарина. Все это дело я сейчас перемешаю. Приготовлю такой смесь, в которой мы засыпем все мясо и еще на сутки оставим его напитываться в ланчбоксе с крышкой закрытой. Обмажем его сильно-сильно со всех сторон. Очень так обильно получится у нас. У нас всего килограмм мяса, поэтому и на сутки ставим еще в холодильник под крышку. Вот таким образом все это дело замес, чтобы не было ни все было в приправе. Каждый кусочек складываем в ланчбокс под крышку. Все это удовольствие на сутки оставляем в холодильнике. Вот чтобы оно было такое красивое. В такой красивенной виде и с таким очень вкусным запахом. Оставляем его так. Вот такая красота получилась. Мясо мы мариновали в специях. Закрываем крышечкой и оставляем на сутки в холодильнике. В принципе, если бы я торопилась, я бы могла его, наверное, уже сейчас марлей замотать, бечевкой завязать и подвесить на кухне. Но так мы не торопимся и я еще не решила, буду ли я добавлять чеснок сюда. Поэтому на сутки оставляю пока в холодильнике. До завтра. А мы вялем мяско. Рецепт будет потом в видео. Ой, вкусняшка будет. Запах на всю кухню. Это оно сейчас пойдет на сутки в холодильник в приправе. Пока без марли, без подсушки. Добрый день. Прошли сутки. И сейчас я буду мясо заворачивать в марлю. Готовится оно по питанию подсушку. У меня есть вот такой пакет, где лежат резиночки, марля, в которую будем заворачивать мясо. Так как мы живем за границей, здесь такого понятия, как марля, нет. Нам эту марлю мы привезли из Минска и стираем ее после предыдущего раза. Марля постирается, сушится, едет. Я храню в таком пакете вместе с резинками. Вместо резинок можно бечевку использовать. То есть то, что вам удобно, в принципе. Вот такое мясо я достала из холодильника. О, сейчас открываем ланчбокс. Вот так оно выглядит. Красота, конечно. Пахнет волшебно. Я, наверное, чесноком его не буду обмазывать. Завялю в этот раз просто в таком виде. Значит, вот, раскладываем марлю. Берем кусок мяса и заворачиваем. Самое обычное, в принципе. Просто заворачиваем его. Со всех... Нет, наверное, даже удобнее будет так. Дискосок его сделать, как конфету. Да? Типа, как конфету. Мы его сейчас завернем. Вот таким образом. С марлей мы точно жалеть не буду. Потому что мы себе готовим. Нет. Для зачужого. Значит, вот таким макаром. чтобы все-все было завернуто. Пусть извините, если как-то не очень вам кажется аккуратно. Вот таким образом. Потом я называю вот эти резиночки. Допустим, раз. Допустим, два. Ну и, допустим, вот эта резинка. И вот таким образом у меня есть специальные... Ой! Специальные кухонные крючки, которые мы используем для других целей. Вот такие. У нас есть вот такие. У нас есть специальный металлический подвес. То бишь, оно будет подвешиваться вот так. Вот так. На эту резиночку. Таким. На подвес. Сейчас заверну все мяско. Все остальное покажу потом. Ну вот, что у нас получилось. Значит, четыре небольших кусочка. Один такой. Тут маленькие. Маленькие. Их мы, наверное, попробуем первыми. Они, скорее всего, первые завялятся, засорятся. Все. Резинками перемотала. Висеть у меня это все будет вот на такое приспособие. Покупали... Не помню давно для какой цели. Но теперь мы ее вешаем вот так. Вот сюда цеплям мяско. Оно будет висеть у нас на кухне. Две недели. Значит, через две недели покажу отчет. Что получилось. Какое блюдо мы в этот раз приготовили. И чем будем с себя баловаться. Кто угадал... Значит, вот что у нас получилось. На эту конструкцию мне пришлось на бечевку повесить эти куски. Потому что, оказывается, наши подвесы мы использовали в другом месте во дворе. Поэтому все. Вот это все я сейчас повешу на эту штуку. И покажу. Сегодня у нас 7 октября. Значит, до 21 октября оно будет висеть. Потом будем пробовать вот этот самый маленький кусочек. И посмотрим, что будет дальше. Вот так я его подвесила. Это на дверце шкафа. Очень хорошо, что куски не прикасаются друг к другу. То есть они будут, в принципе, проветриваться. Да, как бы не прикасаясь. Нужно поправить. Все. И на две недели забываем о нем. Пусть висит, подвяливается, подсаливается. Забываем о нем. Ну вот, прошло две недели. Вот наше мясо. Сейчас я его буду раскручивать. И посмотрим, какая вкуснятина у нас получилась. Освобождаем от резинок, от марли. Марли можно постирать и использовать в следующий раз. Вот какое мясо получилось. То бишь, форма отлично за все завялилась. Подсушилась как надо. Думаю, к пиву это будет вообще. Кто пьет пиво. Ай-яй-яй, как вкусно. Давайте разрежу ножом посередине, чтобы вы посмотрели его в срезе. Вот такое красота и вкуснота. Так что буду рада, если этот рецепт, так кажется, для вас полезным. Всем приятного аппетита. Я чуть не забыла сказать по поводу хранения. Значит, хранить это мясо нужно, можно в стеклянной колбе, в ланчбоксе стеклянном. Либо вот в таких зип-пакетах. Вот это будет мой вариант. Я буду в зип-пакет. Самое главное, чтобы внутри не было воздуха. Ни в стеклянной колбе, ни в этом пакете. Потому что воздух, как известно, ускоряет процесс с микробами. Уж не знаю, как совсем правильно сказать. Думаю, вы поняли. Поэтому либо в зип-пакетах, либо в стеклянной колбе максимально, либо максимально быстро купите. Приятного! Продолжение следует...